Друзья, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Виталий. Моему автомобилю подошло время делать ТО-2. С вами едем к официальному дилеру. Регламент работ. Что мы должны сделать сегодня? Давайте я пробегусь, посмотрите. Смотрите, 19,5 тысяч, где плюсики, то мы делаем. Сейчас автомобиль поднимем и посмотрим. Итак, друзья, Дмитрий у нас, мастер, сегодня будет обслуживать наш автомобиль. Так что он все расскажет нам, покажет, какие минусы, какие плюсы, что случилось. Уже 18 тысяч. Да, Дмитрий? Расскажешь же все правду. Да, все правду, ничего не утаю. То есть по состоянию колодок еще где-то процентов 50, можно смело оставить. Все касается сайлентблоков, все замечательно, ни трещин, ничего. Это с учетом того, что мы катаемся иногда на аву-проводе. То есть автомобили встают в хорошую диагональную вывешивание. И пока, по крайней мере, резинки все держатся. Мне интересно, вот эти тяги, не нужно там менять ничего, там шаровые самое интересное. Рулевая трапеция все нормально, шаровые опоры мы сейчас проверим. Под нагрузочки нагрузимся, как положено проверим. То есть вывеском состоянии мы сейчас не проверим, потому что они идут на тяги. Сейчас нагрузим рычаг и проверим шаровые опоры. Кому интересно, на первом ТО, когда я приезжал, вот здесь можете посылочки посмотреть. На первом ТО у меня верхняя, по-моему, правая шаровая была с большим износом. Ну, то есть, а, даже не износ был, а был порван и пыльник. И мне пришлось заменить всю шаровую. Так что, кому интересно, посылочки пройдите. Что у тебя здесь? Состояние задней подвески тоже в хорошем состоянии. Реактивная тяги все целые. Ничего не раздеваем, резинки не потрескались. Ну, вот это мы все будем протягивать, да? Все узлы? Да, мы это все проверим. Протягивать мы не нужно, просто проверяем. А, просто проверяем. Мы не можем протянуть, потому что мы не можем плохо, поэтому тянуть в бесконечность снимать не важно. Ну да, я понял. То есть, стояние, шифров, пульников проверяем. Проверяем. Ребят, напомню, коробку снимали по гарантийному ремонту. Тоже есть видео. Можете пройти, посмотреть. Сейчас смотрим состояние пыльников, приводов, то есть внутреннюю, наружную. Прогрузили, просмотрели. Треченик. Дырочек не обнаружено. Состояние пыльника, тоже вопросов нету. Ну, вот тот пыльник верхний я уже менял, он красный, я, видишь, поставил пыльник, да, он тоже порвался. И уже самостоятельно его менял. На нулевом тому, он, по-моему, заделся, да? Нет, на нулевом мы меняли там, да. А здесь уже вот недавно совсем. Что мы сделали, Дим, сейчас? Мы сейчас нагружаем рычаг, то есть разгружаем подвески, старые, чтобы они не были на напряжении. Нагрузили, освободили правильник. Сняли боковой чехол, чтобы добраться до масляного фильтра. Масляный фильтр сейчас снимем, зальем свежее масло и будем есть. Маслица, что ты, Дим, скажешь? Масло чистое абсолютно, можно это легко проверить. То есть, на просвет, на прозрачно, на очень чистое. Меняю я еще промежуточное масло, меняю где-то в 7 тысяч километров. Ребят, сами видели, масло более-менее светлое. В сервисной книжке написано, при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля, масло менять нужно примерно 7,5 тысяч километров. То есть, не смотрите, что по регламенту написано там от 0 до 15. Так не надо делать. Тем более, мы живем в Оренбургской области, пыль, зима, покатушки. Нужно менять масло почаще. Так что, это мои личные рекомендации, каждый выбирает сам. Вот. 7,5 тысяч, масло заменил, и горя не знаешь, катаешься. И движку легче. Так что, возьмите на замок. Видим состояние автомобиля за 18 тысяч. Нормально. Сейчас Дмитрий подтянет ручничок. Все равно проседает. Вот. Слава богу, как говорится, все тяги целые. Все у меня нормально. Пыльники тоже все на месте. Не потребуются дополнительные затраты. Денежные, как говорится. Потому что все это я оплачиваю со своего кармана. И мне этого не надо. Так, зашел в магазин. Здесь, который, Болгородская, 5. Смотрите, вот смотрите, масляный фильтр, 290 рублей. Напишите, сколько в ваших магазинах стоит. Я просто не заезжал. Я заехал сюда, масло привез свое. Фильтр я не брал. Вот, 290 рублей. В комментариях напишите, какие цены у вас на эти фильтры. Так, фильтр. Масло, ребята. Такое я купил. Лукол, Генезис, 10W40. И воздушный фильтр у меня. Тоже в багажнике лежал. Примерно выглядит вот таким он образом. Поставим, чтобы воздуха двигателю хватало. Вот у меня тут чеки есть. Сколько он стоит у нас? Фильтр. 200 рублей. Так что будем... Стояние саленблоков у нас в порядке. Все хорошо. На всех растягах. Все работает. Все прекрасно, ребята. Я приобрел прокладку клапанной крышки. Пропковая. Вот она вот так примерно выглядит. Она поплотнее немножко. Потому что заводская. Здесь у меня стала сопливиться. И двигатель грязный. Поэтому мою личную, как говорится, инициативу поменять прокладку. Все заменим. Заменили воздушный фильтр. Все это закрепим. Кому интересно, по сам техшнуркелю, который вот ГОФА у меня стоит. Самое интересное, что бывает, установим фильтр не той стороны. Для этого тут есть ребра. И есть именно стрелочка, указывающая направление в амелию. В амелию именно стоят по ходу потока воздуха. Да. То есть ни в коем случае вот так стоит у меня. Будем знать. А как часто надо заряжать или подзаряжать? Вообще рекомендуется раз квартал, а аккумулятор ставить на стационарный заряд. Раз квартал? Да. Хотя бы. Как же в этом вообще в каждой муне все это делать? Чтобы увеличить срок службы аккумулятора. Ну, как говорят, хотя бы раз квартал. Эту операцию проделать. Ну, понятно. То есть потому что от генератора аккумулятор не заряжается на 100%. Максимум, что он заряжается, процент на 70%. А его постоянно хотя бы надо до сотни доволить. Угу. Понято. Так, будем заливать маслица. Так, у нас там все чистенько. Все прям классно. Вот оно, свежее масло. Сейчас ослабляем хомуты, чтобы ослаблять место. И будем снимать клапанную крышку, потому что, вот, смотрите, пробовал подтягивать, зажимать, но все равно масло сочится из-под заводской прокладочки, ребята. Поэтому купили другую. Заменим. И думаю, что будет. То есть проблема у меня решена. Так, ну что? Клапанную крышку сняли. Дима, что по состоянию скажешь? Вроде все чистенько у нас. Что-то замечательно. Напомню, по гарантии меняли натяжитель цепи у меня здесь. И после того, когда клапанную крышку поднимали, уже прокладочка заводская стала пропускать. Ну все, ставь новую прокладочку. Прокладочка надевается на болты. Вкусняки сложного. У кого такая проблема есть, можно все самостоятельно установить. Установили. И вставится. Затягивается. Затягивается. Сзади показывает с большой разницы в грязной колодке. Сейчас просушим немножко. Сейчас педаль чуть придави. Чуть-чуть. Ага. Вот так держи. Что, разницу показывается? Ну да, сейчас выравнивается. Видите, было 50, уже 39%. А уже в зеленую зону зашлось. То есть колодки просушились. Ну это после мойки, наверное, да? Вернее, если успеет. Что делать? Да, отпускай. Отпустил. Ручник плавно до конца. Все, отлично. Все, выезжаем прямо к стеночке. Встаем все в порядке. Все. Колодки просушили. Прямо всем. Сейчас будем удачи. Так, Дима, это мы сейчас что сделали? Подсоединили к машине, да? Да, к Грэндикс. А что, для чего это все? Это передача данных на завод, чтобы были у нас на ТО. Все параметры с вашего автомобиля, какие есть, они все отправятся на завод. А, вон там. Онлайн. Даже сохранится вся информация о вашей машине доходится на сервере завода. То есть это и какие прошедки стоят из-за, да? Нет, наверное. Ну, это, то есть там пробег максимальной скорости, сон, температура. А, вот. То есть такие все параметры. Все ясно-то. Сейчас что-то покажет? Ну, можно посмотреть, это ошибки такие. Ну, давайте, ошибки. Ни одной. Ни одной ошибки нет? Ни одной ошибки. Странно, странно. А вот эти в красном, это что такое? А, это нет у меня, да? Да, это и этих нету. То есть все эти данные отправляются на завод. Что тут еще интересного? Ну, сейчас мы их отправим в завод. Соберет все. Введем ему пароль. То есть и у вас остается их? Ну, я понял. Ясно. То есть на этом, в принципе, второй ТУ у нас закончился. Да? Обращаюсь к своим подписчикам. По выходу видео Дмитрию оставляю 10 штук визиток. Кто приедет, Шевенхофф. Да, Шевенхофф. Кто к нему запишется по любым вопросам, там ТУ пройти, Дмитрий даст мою визитку. Так что приезжайте, обслуживайтесь. Вводите пенку. Отдадите охране с чеками, что любят здесь. Все? Да, все, до свидания. До свидания. ТО-2 прошло у меня удачно. Пыльники все целые. Тяги все нормальные. Сайлентблоки все нормально. Амортизаторы все в норме. Уровень масла везде у меня нормальный. Подтянули ручничок. Протянули хомуты патрубков, потому что антифриз у меня куда-то немножко девался. Петли посмотрели, замки посмотрели. Все, как говорится, работает. Спросили, как у меня насчет лакокрасочного. Но до этого гарантийный ремонт я приезжал. Мне по лакокрасочному, как говорится, косякам автоваза все устранили. Итак, смотрите. Заветная печать ТО-2 пройдена. Давайте по ценам. ТО-2. Так, 2900. Если округлить. Мойка 150 рублей. И купил я у них фильтр очистки масла и прокладку крышки-головки. Ребята, итого 3,5 тысячи ТО-2 Нива 21-31. Вот, смотрите. 3,5 тысячи ТО. Так что выбирать вам, ездить вам на ТО или не ездить. Я лично для себя выбрал то, что я буду ездить на ТО. Вот сейчас 20 тысяч в среднем. Обычно на всех автомобилях после 20 тысяч, как бы я на ТО не езжу. Но посмотрим. Все-таки это Нива. Я знал, что я покупаю. Знал, что будет коррозия автомобиля. Конечно, я надеялся на автоваз. Что как-то он там исправится. Столько лет, как бы, автомобиль производить. Но никак не могут убрать вот эти косяки. Конечно, сейчас новая Нива 21-31 с новой панелью, которая вышла. Там уже есть и сиденья немножко другие. Пока, как бы, по ним проблем никаких нет. Но у меня, вот сами видите, все, кто наблюдает за мной, за моим каналом, видите, с какими проблемами мне приходится сталкиваться. Как сам автомобиль. Автомобиль классный. Мне он только, как говорится, положительные эмоции. На нем я езжу на покатушках для семьи. Больше возможности есть проехать, чем на моноприводе, как говорится. Вот. Все, ребята. Всем спасибо. Кому видео понравилось или кто-то какую-то полезную информацию для себя взял, ставьте обязательно лайк. Кому не понравилось, поставьте дизлайк, подписывайтесь. Ну и все. Будьте здоровы. Решайте сам. И пишите комментарии, что вы вообще думаете про этот ТО. ТО-1, ТО-2. Кто-то, я знаю, вообще не ездит. Тоже напишите мне, пожалуйста, комментарии, как вы обслуживаете свой автомобиль. И в случае гарантии, как вы будете эти вопросы решать. Все, ребята. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok